Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В этом занятии мы освоим основные понятия и термины финансовых рынков. Валютный курс, цена или как ее еще называют котировка валюты одной страны, выраженная в валюте другой страны. В терминале мы видим обозначение многих валютных пар, а также цену покупки и продажи. Например, если мы работаем с парой евро-доллар, то открывая сделку на покупку по ней, мы рассчитываем на рост евро по отношению к доллару, либо снижение доллара по отношению к евро. То есть мы покупаем евро за доллары. Сейчас в терминале котировка валютной пары евро-доллар 1,0695. Это означает, что 1 000 евро равна 1069 долларам. Если мы посмотрим на пару доллар-иена, то увидим, что за 1 доллар дают 115 иен. Валютные курсы или котировки можно увидеть в торговом терминале МТ4 в окне слева от графика. Следующий важный момент – это объем торговли и каждой открываемой сделки. Объем торговли измеряется в лотах, и от него зависит стоимость каждого пункта, который проходит цена, а значит и ваши потенциальные прибыли. Один полный лот включает в себя 100 000 единиц базовой валюты. Например, открывая сделку на покупку по паре евро-доллар объемом 1 лот, мы покупаем 100 000 евро. Изменение цены на 1 пункт в таком случае будет равно 10 долларам. Минимальный объем торговли – 0,01, то есть 1 сотая лота. Мы можем продать или купить 1000 единиц базовой валюты, а стоимость пункта в таком случае будет равна всего лишь 10 центам. Мы затронули понятие пункт и стоимость пункта. Что же это такое? Итак, пункт – это мера изменения цены. По основным валютным парам пунктом считается четвертый знак после запятой в котировке. Например, если котировка фунт-доллар 1,2060 изменилась на 1,2070, то цена прошла 10 пунктов. Стоимость каждого пункта определяется, исходя из объема позиций. Например, при открытии сделки объемом 1 лот стоимость пункта будет равна 10 долларам. А если же мы продадим пару фунт-доллар по 1,2080, а закроем позицию по 1,2010, то заработаем 700 долларов, так как цена прошла 70 пунктов, а стоимость каждого пункта равна 10 долларам. В завершении скажем несколько слов о том, что такое спред. Спред – это разница между ценой покупки и продажи. Проще всего этот термин можно понять, вспомнив, как работает пункт обмена валюты. Купить валюту можно всегда только по большей цене, нежели продать. Такой же принцип действует и на финансовых рынках. Цена покупки и продажи отличается. Вы можете видеть две цены в окне слева от графика, либо в окне нового ордера. Цена продажи – бит. Цена покупки – это аск. А разница между ними и есть спред. Спред – это одна из важнейших характеристик в условиях торговли брокерской компании. Чем ниже спреды, тем выгоднее и комфортнее торговать трейдеру. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!